Всем привет! Сегодня вы узнаете секреты выращивания вот такой отличной капусты брокколи, цветной капусты и ранней капусты. Я расскажу подробно о тех сортах, которые выращиваю, покажу какой урожай у меня получился, а также немножечко затрону тему ухода за этими культурами. Сейчас я на капустной грядке, где у меня растет брокколи. Здесь высажено три гибрида. В руках у меня вот такая брокколи красивая. Это гибрид Ботавия. Очень ранний гибрид капусты брокколи. Дает всегда гарантированный урожай, не склонен к цветушности. Сответья очень плотные, крепкие и достаточно крупные. Это еще не самое большое соцветие, есть и побольше. Но вот для того, чтобы показать, срезал одно соцветие. Есть еще капуста Монако и Фиеста. Но это более позднеспелые гибриды. Они еще только формируют соцветие. Вот если обратить внимание, вот они еще совсем маленькие. Еще они не выросли, нечего показать. Но вот выросла уже Ботавия. Поэтому в следующем году я побольше, конечно, Ботавии посажу. Смотрите, что еще, какой момент есть. Вот, допустим, я срезал капусту Ботавию. Ни в коем случае не берите и не вырывайте кочерыжки. Потому что в пазухах листьев, посмотрите, формируются еще соцветия. Они меньше по размеру, но тем не менее вы получите второй урожай. А когда срежете вот эти соцветия, еще и третий урожай получите. Поэтому с одного кустика вы можете получить несколько урожаев. Здесь у меня растет ранняя капуста. На рассаду я высевал ее в конце марта, а высаживал в открытый грунт примерно в десятых числах мая. И уже урожай у меня как две недели созрел. Уже мы срезаем вовсю кочанчики, делаем салаты, капусту провансаль. Очень хорошая в этом году капуста уродилась. У меня здесь посажено три ранних сорта. Вот этот первый. Это, значит, халис капуста ранняя. Посмотрите, какие кочанчики. Я сейчас даже срежу. Какой хруст стоит. О, какая красивая. Видите? Мы кочерыжечку подрежем. Верхние листья надо удалить, потому что вот они уже такие, значит, от дождей немножечко размокли. Вот. Ну вот какая капуста. Примерно вес кочана где-то килограмма полтора. Кочаны достаточно плотные. Хочу отметить достоинство этого сорта, что она не трескается. Не лопаются кочаны, даже когда идут дожди, очень много влаги кочаны не разрывает. Может долго сидеть на грядке и не лопаться. А если хранить в холодильнике, то может месяц, а то едва в холодильнике храниться. Поэтому очень хорошая вот эта капуста тхалис. Подходит для салатов, для провансали. Может быть, еще там что-то делается. Делаете из нее глупцы какие-то, не знаю. Но очень хорошая, очень. Я рекомендую вот ее у себя посадить. Так, следующий сорт ранней капусты, это июньская. Один из моих любимых сортов. Просто посмотрите, какие огроменные кочаны. Июньская может вырастать до двух с половиной килограмм. Кочанчики могут вырастать. Видите, уже нижние листья даже какие-то у меня букашечки подъели. Но ничего страшного, уже урожай давно созрел. Уже надо было давно убирать его. Но все же жду, когда сделать обзор, чтобы вам показать. Вот, посмотрите, какая красота. Какие хорошие кочанчики. Увесистые, плотненькие. Очень хорошая, сладкая капустка для салатов, для летних. Ну, самое то. Но вот у июньской, кстати, есть один такой небольшой минус. Все-таки, если идут дожди, могут кочанчики трескаться. Поэтому своевременно производить уборку. Не дожидайтесь, как я, чтобы капуста перерастала на грядках. Но вот вес, прям размер кочанов, конечно, впечатляет. Очень вкусная капуста. Всегда, каждый год я высаживаю. У нас сейчас начало июля. Вот, 3 июля сегодня, если быть точным. Но уже в 20-х числах июня я уже срезал первые кочаны. Поэтому, опять же, классный сорт. Садите, высевайте рассаду, не пожалеете точно. Третий сорт, который у меня растет ранней капусты, это дитморская. Посмотрите, какие красивые кочанчики. Они такой немножко приплюснутой формы. Вот, приплюснутой формы. Тоже очень плотненькие. Достаточно крупные. Весом около 2 килограмм. Хочу отметить их высокую плотность. Почти как вот у зимних сортов капусты. Прям такие твердые, увесистые. И они тоже могут долго храниться. Могут долго сидеть на грядке и не перерастать, не лопаться от дождей и излишней влаги. Можно готовить щи, салаты и так далее, и так далее. Что угодно. Все эти сорта, вот они очень хорошие. Все три сорта, которые рассказал, я у себя выращиваю. Поэтому, кому надо ранняя капустка, не знаете, какие сорта, посадите вот эти. Здесь растут у меня поздние и среднепоздние сорта капусты. Так, какой уход сейчас за капустой? Во-первых, если нет дождей, если стоит засуха, обязательно капусту надо поливать. Потому что это влаголюбивая культура. У нас сейчас идут дожди, поэтому в поливе необходимости нет. Капуста и так растет, прям колосится. Посмотрите, какие огромные листья. Они полностью закрывают почву, не дают почве пересыхать, а также не дают расти сорнякам. Вот капуста уже начинает крутить кочаны. Даже средние, поздние и поздние сорта. Она уже окучена. То есть, я два раза окучивал капусту. Еще будет одно окучивание. Когда сформируется кочан у поздней, либо среднепоздней капусты, нам надо будет взять и удалить нижние листья. Удаляем нижние листья, оставляем только кочан и пару верхних листьев, остальное все обрываем. Все силы идут на формирование крупного кочана. И еще один раз окучиваем. Потому что, когда вырастают крупные кочаны, а есть здесь сорта, которые вырастают до 10 килограмм, амбиесом, кочаны огромные, может кочаны выворачивать прямо с корнями. Поэтому, когда обломали листы, еще раз нужно окучить. Ну и самая важная работа на капусте сейчас, это борьба с вредителями. Потому что лето, сейчас уже бабочки-белянки вовсю летают и откладывают яйца. И скоро могут появиться гусеницы. Поэтому уже сейчас, не дожидайтесь, пока расплодится там крестоцветная обложка гусеницы, появится, делайте профилактические обработки биопрепаратами. Есть такой биопрепарат антивредитель от Профит. Антивредителем каждые 2 недели по капусте работаете. Никакой крестоцветной обложки, никаких гусениц, ничего не будет. Все будет чистое. И причем экологически чистый урожай будет. Обработали даже раннюю капусту, срезали кочаны, прям можете его есть. Никакой угрозы для здоровья нет. Здесь на грядочке у меня растет цветная капуста. Это гибрид Овидео. Очень ранний гибрид. Созревает достаточно быстро, примерно за 70 дней после посадки рассады в открытый грунт. Сответьи, смотрите, какие плотные, крепкие, могут вырастать весом до 2 кг. Ну вот, если брать это сответьи, я даже сейчас вам срежу его. Даже срежу. По весу оно не меньше килограмма. Оно очень плотное. Кажется, оно не такое уже и большое, но на самом деле оно увесистое. Достаточно плотное, хорошее. Такого белого, немножко с молочным таким оттенком цвета. Может, кстати, цвет меняться в зависимости от состава почвы и так далее. У меня капустка более такая кремовая. У кого-то чисто белая получается. По-разному может. Но очень достойный гибрид. Не уходит в цвет, никакой цветушности нет. Не требовательен к питанию. Но влагу любит. Конечно, как и все виды капусты, сорта капусты любят влагу. Но к питанию, в принципе, не так уж и требовательно. Дает гарантированный урожай. Можно замораживать, можно сейчас срывать, жарить, стушить. Ну, кто там как любит. Вредителей, видите, никаких нет. Абсолютно здоровые листья чистые. Опять же, здесь я применял только биопрепараты. Уже урожай я практически собрал. Только для ролика оставил пару вот этих соцветий, таких красивых, чтобы показать, вот какая капустка у меня выросла. Кстати, семена практически всех пересчитанных сортов капусты вы можете найти в магазине Процветок. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Заходите в магазины Процветок и покупайте действительно качественные сорта и гибриды для вашего огорода. И у вас будет всегда богатый урожай. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.